всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня как вы поняли из названия бешбармак это очень очень простое блюдо и скорее даже не блюдо а принцип приготовления и способ подачи конечно же любой туркоязычный товарищ который никогда за предел свой район не выезжал совершенно искренне считает что родина бешбармака является именно его район и даже скорее всего именно его село иляу не суть важна но это только потому что он несколько неверно оценивает понятие национальное блюдо национальное не значит принадлежащий какой-то 1 конкретной национальность и нет целлюши означает что такое блюдо является традиционным для этой национальности и совершенно нормально когда это же блюдо является национальным традиционным для еще доброго десятка других национальностей все это долгое вступление для того чтобы пытаться хотя бы зародить небольшой интерес к разным вариантом одного блюда у разных национальностей бежбармак является любимым блюдом у всех тюркоязычных народов и у казахов и у башкиров и впрочем перечислять их можно долго главный принцип сначала мясо крупными кусками варят долго потом вынимают а в этом бульоне отваривают лапшу а в части бульона со снятым жиром бланшируют очень быстро буквально две-три минуты тонко нарезанный лук все причем лапшу могут нарезать крупными квадратами могут и крупными кусочками в башкирии например вообще могут лапшу тоненькими полосками нарезать мясо подают нарезанными тоненькими пластинками впрочем еще относительно недавно там 18 19 веке мясо вообще очень мелко крошили что касается подачи в казахстане как правило подают отдельно бульон и отдельно лапшу с мясом и луком а в той же сам башкирии наверно в половине случаев могут вместе с бульоном подать в Пловении, так же, как и в Казахстане, раздельно. Короче, мясо с лапшой и бульоном предназначено для поедания руками. Ну, беш-пять, бармак, пять пальцев, пятерня, короче, да, беш-бармак, рука. Это беш-бармак. И даже какое именно мясо брать для беш-бармака тоже не важно. Но для того, чтобы беш-бармак получился действительно вкусным, есть несколько тонкостей. И вот о них я вам сейчас расскажу. Итак, принцип первый. Чтобы мясо получилось вкусным, оно должно подходить для длительной варки. Лучше всего при такой варке получается мясо от зрелых животных, причем мясо должно быть на костях. При этом от длительной варки вкусным становится мясо с большим содержанием коллагена, то есть с прожилками. Итак, принцип первый. Запомнили. На костях с прожилками, то есть с жилами. Отлично подойдет говяжья грудинка, например. Я взял баранину на костях. А в качестве соединительной ткани у меня голяшка. К сожалению, барашек совсем молодой и голяшка совсем маленькая. И еще один ингредиент, он совершенно необязательный, но добавит яркости готовому блюду. Козы. Или козы, не знаю, как правильно подскажите. Это конская колбаса. В данном случае внутри сырая жирная конина, чеснок и соль. Бешбармак варят и из конины тоже. А чтобы при варке колбаса не лопнула, наколю ее зубочисткой. Примерно вот так, со всех сторон. Бояться потери сока в данном случае смысла нет. Он не потеряется, он в бульон уйдет в лучшем случае. А бульон мы съедим вместе с колбасой и, впрочем, со всем остальным мясом. Все, отправляю мясо вариться. Закладывать можно как в холодную, так и в горячую воду. В первом случае бульон будет вкуснее, во втором мясо получится вкуснее. Кому что больше по душе. Теперь второй очень важный момент. Варить надо при очень слабом нагреве. Бешбармак получится вкуснее, если мясо будет жирным, а жиры при кипении омыляются. Это делает бульон невкусным. Пену снимаем аккуратно и тщательно. Вот, все надо убрать. И смотрите на температуру. О, 85-90 градусов, это самое то. Тут нет никаких тайн мадридского двора. Все очень просто. При 76 градусах большинство мясных белков денатурируется. Мясо для бешбармака варится долго, поэтому куски нужно брать большие, чтобы они сок не потеряли. Для крупных кусков внутрь, размером с кулак, при температуре воды в кастрюле 80-90, температура вовнутрь, теплота, пройдет примерно за час. Примерно через час там будет температура 7-6 градусов. Я пока займусь лапшой. После чего мы варим еще полтора-два часа. И вот за эти полтора-два часа температура там уже будет, достаточная для денатурации белков. Мясо внутри разомягчится, и коллаген набухнет, напитает в себя и воды из бульона, и соков прочих, и мясо станет действительно очень вкусным. Так что правило второе. Низкая температура варки. Можно лапшу замешивать и без яйца. Добавлю воды. Хватит буквально половины скорлупки. Но с яйцом лавша вкуснее. А теперь нудный физический труд. Вымешивать надо не меньше 20 минут. Сначала тесто будет очень тугим, даже суховатым. Кстати, присматривайте там за кастрюлей. Не допускайте кипения. В гульон мясу, кстати, можно положить лукую целую. Только пополам ее разрежьте, чтобы лучше вывариваться. В общем, можно и не класть. Это не обязательно. Так вот, тесто сначала будет таким сухим, очень плотным. Но потом, мало-помалу, станет размягчаться, станет становиться более эластичным. А минут через 20 превратится вот в такую вот штуку. Более гладкая, более упругая станет. О, какое. Видите? После чего ее надо будет завернуть в пакет или накрыть чем-нибудь, чтобы не пересыхало. Все, и пусть постоит так примерно час. За это время натянувшиеся уже глютеновые цепочки ослабнут, и тесто станет легче раскатываться. Кстати, в Казахстане готовую лапшу или бешбармага продают. И если вам лень самим возиться раскатывать что-то, то можете смело идти в магазин и купить там, например, листы для лазаньи. Вот отвечаю совершенно точно. В жизни никогда от самодельной лапши не отличить. Если, конечно, производитель этих листов нормальный, а не дешевка какая-нибудь. Ладно, займусь пока луком. Сразу его нарежу аутентичным чаком. Ну, чтобы совсем уж правильно межбармаг получился. Все, пусть полежит. Перерыв. Пора раскатывать лапшу. Немного стол подпилить мукой и поработаем скалкой. Раскатывать надо как можно более тонко. Тесто при варке набухает, поэтому не ленимся. Трудимся как следует. Не сачкуем. Вот так. Смотрите, такая толщина будет в самый раз. Ну и осталось нарезать на куски. Если нарезать самым кончиком ножа, то лезвие останется острым. Ну что, отлично. Можно вынимать мясо и готовиться к подаче. Лапша быстро сварится. Смотрите, сколько жира вытопилось. Так, а лук надо сейчас залить снятым жиром, с бульоном. Вот так. Теперь приправляем его с солью и перцем. И еще немножечко бульона добавить. И провариваю буквально 2-3 минуты. Я пока мясом займусь. Горячая резать сложновато, но такую баранину резать не надо. Она настолько мягкая, что сама с костей сваливается. А вот колбасу нарежу. Кстати, не сказал, мясо надо отваривать в подсоленной воде. Смотрите, какая красота. Ой, сказка. Так, в слабо кипящий бульон с уже снятым жиром выкладываю тесто. Важно именно снять жир, потому что жиры мылятся при кипении. Я бы там и говорил, и вкус бульона испортится. Свежая лапша варится очень быстро. Буквально 2-3 минут ей хватит. Все, можно серверовать. Сначала лапша. А сверху мясо и колбасу. Красиво получается. И лук. И не морщитесь. Он слегка припущен в бульоне. Он сейчас сладко-соленый. Получается такой эффект, как будто из маринада. И близко вкус ничего не имеет с вареным луком. Его иногда быстрее мясо съедают. Так, ну и для красоты картинки петрушка. Надо нарубить. Зрителям хочется зелени добавить. И на луке. И на бульоне. Все, готово. Так, ну и долгожданный момент пробы. Я уже изрядно проголодался на самом деле. Начну я с баранины. Так, ломтик теста. Ну, сюда ломтик мяса. И, конечно, лук. Он подсоленный, с перцем. Это классно. Секундочку. И еще, обратили внимание, баранина как развалилась? Потому что молодая. Для бешбармага все-таки лучше брать такую баранину. В принципе, мясо такое пожившее, крепкое, потому что варится долго. И выбирать нужно куски с большим содержанием коллагена, с большим количеством прожилок. Они от долгой варки при невысокой температуре над коллаген набухает, превращаются в такие прозрачные жилки, очень вкусные. А молоденькое мясо какое-нибудь, оно расползется в хлам. Вот. И мясо нужно выбирать пожирнее. Ну, дайте мне уже укусить. Это очень просто, как вы видите. И это вкусно. Теоретически можно было сравнить, наверное, с блюдами племянного типа, но в блюдах племянного типа фарш смесь размолота. А здесь важно именно получить вот это вот мясо сочное. То есть мясо при очень низкой температуре варится. Видели, даже кипения не было, по сути. Это 80-85, ну, крайне 90 градусов. И долго. Это будет классно. Так, ну и теперь по козы или козы, как правильно, подскажите. Я всегда считал, что это козы. Так, тесто, ломтик и лучок. Так. Она чесночная. Очень вкусные козы. Не зря я везу из России. Когда там был в отпуске, специально поехал на рынок и купил. Это свежая была, не вареная. Я ее там заморозил в усмирь очень быстро. Замороженный в виде привез. Здесь она хранилась. И здесь очень медленно размораживал в холодильнике в камере с нулевой температурой. И после этого натвариваю. Прям класс. Просто класс. Так. Ну и запить бульончиком. Ароматным. Запах чеснока из-за козы дает сознание. Ну, классно. Ммм. Просто классно. Насыщенный, ароматный. Что касается различных вариаций. Иногда в бешбармак кладут картошку целиком натваривать, а иногда не кладут. Иногда при варке заранее только положили мясо, вскипело, пену убрали, присолили бульон. Кстати, не показал, да? Надо бульон присоливать. Присолили бульон и положили каких-нибудь корешков. Того же самого лука сразу положить, к примеру. Или еще какой-нибудь корень. Редко, но бывает. Вариаций много. Я знаю, что каждый кулик хвалит свое болото. И каждый из вас, кто родился и жил в Казахстане, в Башкирии, там еще где-то, будет кричать, что ах, это наше национальное блюдо. Ребята, ну, выйдите хоть раз за пределы своего Казахстана или своего Башкортостана, там, или за пределы Татарии, и посмотрите вокруг. Вы очень сильно будете удивлены. Это блюдо тюркских народов целиком. И сказать, где оно раньше появилось, практически невозможно. От того, что конкретно в вашем городе, в вашем поселке, в вашей деревне, в вашей юрте даже вы готовят, не значит, что именно там все дело началось. Поэтому, прежде чем вопить, кричать, что не так все это было, пробуйте разные. У разных народов, у ваших соседей. Пробуйте разные бешбармаки, пробуйте разные блюда, сравнивайте. Находите то, что вам нравится больше всего, после того, как вы сравните. Но при этом не надо заявлять, что вот там правильный, а там неправильный. Они все правильные. Потому что блюду этому черт знает сколько уже тысячелетий. На этом позвольте завершить. Приятного вам аппетита. Вкусных бешбармаков. Из канины, из говядины, из баранины, из чего угодно. Спасибо вам за компанию. Напоминаю, что если вы хотите получить самый настоящий, аутентичный бешбармак, вам не обойти без пчака. Вполне годится вот такой вот султан от Самуры. Не забывайте про правую комнату «Фреско». Вы получите очень приятную скидку. Спасибо за компанию. Всем пока.